Всем привет! С вами Екатерина, aka Большой Зад. И сегодня в гостях у нас очень редкий гость на моем ютубчике. Пишите, переходите в комментариях, как вы думаете, кто. А сейчас на монтаже давайте фристайла. Сегодня в гостях у нас Фрося. Фрося у нас с недавнего времени тоже стала спортсменкой. Мы вместе с ней ходим в зал, тренируемся. У нас, знаете, тренировочки сплит. Сегодня мы будем бегать разные виды бега. Такие соревнования я не придумала. Такие соревнования реально существуют. Мы выбираем дистанцию 60 метров, засекаем время и потом сравниваем результаты. Там, знаете, и на каблуках, и в каких-то костюмах. То есть я когда узнала, что такое реально существует, я обалдела. Поэтому давайте начинаем. Подождите. Нет, мы не начинаем. Я хочу спросить у Фрося, готова ли она сегодня бегать и показать мастер-класс. Вообще в беге я не мастер, не заставим. Ну и да, придется. В смысле заставили? Переход. Я, кстати, еще хочу сказать то, что это соревнование между нами. И сегодня мы, когда будем в конце смотреть результаты, будет понятно... Фрося. Нет, Фрося. Я, конечно, понимаю, у тебя самооценка, когда оп-оп-оп-оп. Но кто победит, мы узнаем и в конце, и это буду я. У меня никто не выиграл. Но я, кажется, еще не знаю, какие задания. Мне очень интересно. Ну ты говоришь, ты бегать не умеешь. Ну чё сказать? А я умею. Так что я думаю, что можно начинать. Фрося, ты бежишь первая. Ну почему? Ну можно скинуть сон цуэфа. Цуэфа, 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 цуэфа. Я бегу первая. Слава богу. Буду смотреть и учиться на ее ошибках. Да. Я такое не люблю. Так, первое задание у нас будет просто пробежать без всяких штук дополнительных, чтобы зафиксировать результат. Let's go. На старт. Внимание. Марш! Бежит, бежит. Блин, оно как-то очень быстро, ребят. Надо было развяться чуть-чуть. 10.38. Не, Катя очень хорошо пробежала, блин. У меня достойный соперник. Но я, знаете, когда сейчас побежала, я прям почувствовала. Ноги, которые я вчера качала. Это, кстати, была большая ошибка не размяться. Она что-то говорит, ноги у нее забились там. Ну, проще не говори мой результат. Скажи мне 20 лет. Нет, 17 секунд. А у меня сколько? У меня же 10. У меня 17. Че как? 17 секунд. Ну, я думаю, я проиграю тебе. Так. На старт. Внимание. Поехали. Я не умею бегать. Она очень смешно бежит. Сейчас она такая, что, сколько у меня секунд? А она такая, 12. Она такая, чего? Катя, 17. Сколько? Сколько? 12, 76. Оооо. Ну да. Я так и думала. Ты же не устала, ребят. Ну че, сколько секунд? Она мне показала вот так вот. Сколько секунд? 12. I'll be back, детка. А у меня 10. I'll be back, детка. Че ты сказала 17? Так я же шутница. Че реально? Пипец, я в шоке. Ну ладно. А еще идет такат. Дальше ласт. Ласты? Как у них бегать, ребята? На самом деле, друзья, это опасно. Можно просто разбить себе голову. Я знаю, что такое ласты. И честно сказать, у меня есть опыт. У меня есть опыт в том, как бегать в ластах. Но это тяжело. Я не знаю. Когда ты бегала в ластах? Ну, в детстве у меня был такой прикол. Я же дура. Катя, они так подходят тебе под комплект, ты как лягушка выглядишь. Честно, ребят, мне очень страшно. Я очень боюсь навернуться и сломать себе голову. Че, начинаем? На старт. Внимание. Марш! У нее реально, у нее как будто вот нога целая. Это продолжение какой-то лягушки. Очень круто выглядит. Это было тяжелее. Я поднимала, потому что нога. Но я думаю, что я все равно в любом случае справилась лучше, чем Фрось. О, идет. Какая походка идет. Широкая походка, че за бэби ста? Та-та-ра-та-та. Та-ра-та-та-та. Фух, Фрочка. Ну, че я подписала тебя? Я не знаю. Поехали. Let's go. Давай. На старт. Внимание. Поехали. Я так же бежала. 23-30 лет. Я думаю, неплохо слышите. Ну, мне кажется, мы быстрее пробежали. Просто ты понимаешь, что для меня главное – это победа. Вот как вот говорят, главное не победа, главное участие – это говорят только неудачники. Главное не участие, а победа. Как вам наше задание? Слушай, ребята, поэтому быстрее приходите в описании, нажимайте на кнопочку «Поделиться» и скидывайте ее друзьям. Потому что такое вы видите только на канале Екатерина Голышева. Проиграть можно один раз. Проиграть можно второй раз. Ну, вообще лучше. Выиграем. Что, сколько? 23-30. Молодец. У тебя сколько? 15. Серьезно? Я не знаю, как ты это сделал. Я тоже не знаю. Было хорошо, конечно. Хорошо. Сейчас мы будем выбирать, с чем дальше мы бегаем. Вау, какие красивые. Вот эти вот прекрасные лобутоны. На руках? Лобутенны. На каких руках? На твоих ногах. Серьезно? Ты думаешь? Я никогда в жизни не носила каблуки, Кай, даже. Фрой, знаешь, мне реально каждый раз становится опасней. То, что ты снимаешься в этом ролике. Я переживаю за тебя, ведь я все-таки несу ответственность. Понимаешь? Так что не сломай, пожалуйста, ради бога нос. Все будет путем. Главное, чтобы этот путь был ровный, гладкий. У них еще такой высокий каблук. Тяжело, опасно. На старт. Внимание. Марш. Ой, побежала, побежала красотка. Она как из мультика Барби. Вот этих, которые... Хочу, 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 хочу. Да е-мое. Че так мало? Все, она забежала за 5 секунд. Каблуки намного тяжелее, чем ласты. Потому что я как бы... В ластах не так чувствуешь опасность, как тут. Тут можешь подвернуть ногу, сломать ее, улететь, сломать еще и нос. Она сидит и не понимает, что делать. Вдруг у нее что-то сломалось. Ну нет, встала и пошла. Красиво, уверенно. Ну на каблуках у меня получается ходить лучше, чем бегать. Че как? А ты реально ни разу не ходила на каблуках? Вот на таких тонких никогда. Тополиный пух жараю. Все, все, все. Я чуть не упала. Я видела, прочь, пожалуйста, аккуратнее. Давайте, готовы? На старт. Внимание! Поехали! Блин, мне кажется, я медленнее бежала. Смотри, как она рванула. Мне кажется, в этом раунде она победит. Вот у меня было 18, мне кажется, у нее секунд 16. Моя походка красива. Я тоже красива. Знаешь, я не рок-звезда. Да, но тоже. Сколько? Че-то там 21. А у нас сколько? Ты быстрее была, чем я. Ну, казалось, что ты быстрее. Ну, слушай, мы всегда идем очень близко. Ну, как сказать. Я где-то впереди. А так. Близко, но позади. Я сегодня прям, знаете, у меня прям цитаты. Цитаты великих людей Екатерина. Так, давайте дальше. Один фактор по мне. Я очень выносливый человек. Вот мы там занимаемся, там со всеми ребятами ходила заниматься. С Юлей, с Германом. Соня один раз ходила, но я уже не помню, у вас спросили. Все потеют, у всех просто вот так вот льется. А я такая, вы че, устали? Ну, ладно, я не выделываюсь, просто как факт. А теперь факт обо мне. Я пытаюсь быть выносливым человеком. На этом все. Ребята. Все. На данном кадре вы видите создание человечества. Новое создание человечества. Дино Катя. Я просто не знаю, что еще сказать, но это реально треш. В нем же жарко будет, капец, да? Я после того, как пробежала в акваланге, или как его там называют, в противогазе мне ничего не страшно. Потому что в противогазе пробежала целый круг. Было вообще дышать нечем. У меня в конце настолько сильно сердце забилось, что я думала, что я умру. Кстати, ребят, если вы не видели этот ролик, обязательно посмотрите. Я там реально чуть не погибла. Катя, голый швакей. Огромный зад. Поехали. На старт. Внимание. Марш. Нифига себе она разогналась. Вон идет она. Теперь у нас глава Рекс. Слов нет. Но, знаете, это было легко. И дышать тут есть чем. Мне очень интересно, как это выглядит со стороны. Катя, где твоя голова? Я вышла из матки. Есть воздух, есть жизнь. Так, ну и за сколько ты пробежала? 16. Серьезно? Ну, уже. Чешется. Я же так... Это очень хорошо. Я же реально так же выглядела. На старт. Внимание. Марш! Я тебя не вижу! Я тебя обгоню! Обгоню сюда! Это выглядит очень смешно. У меня была ссорь, обогнайся мальчика. Очень интересно, сколько побежал. Может, столько же хотя бы. Но в любом случае выигрываю. Ведь главное, это не участие, а победа. Все помните статами. Если нужно есть песок, пиши. Ну что, Екатерина и Кей Большой Зад. Я вас выиграла. Сколько? 14. Ну, тебе просто повезло. Ведь это было просто везение. Суся, я тебе просто хочу напомнить, что в любом случае я тебя обгоняю. Ну да, я поняла. Ну знаешь, как я выиграла? Как? Я увидела парня, мне хотелось его обогнать. Реально? Ну, было хорошо. Но я сразу увидела, что ты очень быстро бежишь. Это было очень смешно со стороны. Честно сказать, я не рада за тебя. Я могу сделать вид. Я очень рада за тебя. Пожалуйста, постарайся. Но нет всего сердца. Дальше у нас блинный забег. Он проходит в Англии. Смысл этого блинного забега, то, что ты должен бежать и переворачивать блин на сковородке. Я так-то не умею переворачивать блины. Ой, какая кукарка. Кукарка. Факт обо мне, я умею готовить. Пельмени. Нет, я умею готовить все. Даже борщ. Я просто об этом не рассказываю. Попробуй его. На беге ртом словить. Давай. Внимание. Марш. Раз. Кататься. Я ногу подвернула. Ребят, ребят, стоп, стоп, стоп. То есть главное, на каблуках я ноги сегодня не подвернула. Как больно. На старт. Внимание. Марш. Быстрее, быстрее. Слушайте, вот один раз перевернула. То есть это возможно. В теории. Нормально бежит, несмотря на то, что она ногу себе сломала. Ребят, подержите Катю в комментариях. Вот. Потому что она жертвует собой ради вас. Главное, это не победа, а участие. Пусты. Вот идет наша кухарочка. Сейчас всех деток накормит. Ну что, мама? Блин, готовить сложно, да? Я сейчас боюсь. Катя. Катя, я боюсь. Пишите в комментариях, кому больше идет костюм кухарки. Готовы? На старт. Внимание. Марш. Давай. Че она не роняет, я не поняла, блин. Пускай хотя бы один раз уронила. Что такое? Нет! Я теку! Уронила, уронила, уронила. 18,65 уронила один раз. Да все равно она быстрее, конечно. Вот она миску кухарка. Вы же потом это видео своему мужу будете показывать. Да. А ваша мама так может? Идет, выделается, господи. Че, сколько? Сколько? 21,50 и один раз уронила. А в 2,2,4,6,4 раз уронила. Может, не будем падающие считать? Ну какая разница тогда? Ну типа 18 и 24. Все равно ты меня обгоняешь. Ну ладно, ладно. Как скажешь. Это получается последний? Да. Последний будет, да. То есть может быть ничья. Да. Итак, Катя. Я кроссовки не буду надевать, я так побегу. Переодевается в костюм. Чек-паук. Блин, ребята, как я надену на себя. Такой пухаренький чек-паук. Блин, Катя тебе идет. На старт. Внимание. Марш! Ну да, ну побежала, но уверена. Не уверена, побежала. Я думаю, ну что прикольное сделать? Я придумала, что прикольное сделать. Вы просто не представляете, когда она выигрывает, это бесценные эмоции. Вот я на них просто хочу посмотреть. Блин, ну думала, вы знаете, как вы знаете, в первый раз. Главное, чтобы она сейчас не побила. Я думаю, она не побегет и выиграет. Ведь победа за мной. Ведь главное, это не участие, а победа. Нормальная, да? Отговорку нашла, чтобы выиграть? Да, да, да. Чтобы если что проиграть. Ну я сейчас грамотно пробегу, как обычно. Ребята, тут просто проблема такая. Ну развиваться мы, конечно же, не будем на поле переодеваться. Ну никто не сказал, что будут такие задания. Я тоже не знала. Но неплохо. Хотели бы себе такого человека-паука домой? Нет. На старт! Внимание! Поехали! Если бы я знала, что она так побежит, я бы тоже что-нибудь сделала. Я на полном серьезе. Ну смешно. Дурочка такая. Молодец! 24-23. Ну лучший результат. Ну я уже выиграла. Как тебе аромат победы? Ну знаете, довольно привычно. Таким волкам, как я, свойственно побеждать. Пусти! Поняли, эта победа такая душевная. Мы только Катя об этом не скажем. Не, на самом деле, просто я уже чувствовала запах победы, когда побежала и когда... Кстати, в России у меня было на самом деле 11 секунд. Вот. Ну я уже знала, что я победю, и ты, видимо, тоже и это устроила нам шоу. Это было очень смешно и забавно. Ну что, дорогие друзья, вот и подошел к концу этот прекрасный ролик. А знаете, почему он прекрасный? Потому что сейчас счет у нас 4-2 в пользу меня. Похлопаем, похлопаем, массовая. Пасовка. Потрясающе. Я люблю побеждать. Ведь знаете, как говорят, главное это не участие, а победа. Фроши, спасибо тебе большое. Вообще, этот ролик был очень спонтанный. Мы просто... Как это было? Ну, почему я планировала его давно и тебе... Ну, типа одна планировала. Да. Я на самом деле не знаю, как я записала бы этот ролик одна, потому что вдвоем гораздо веселее. Есть вот это чувство соперничества. Да, оно было особенно, когда был счет 3-2. Да, это было опасно. Фроши, спасибо тебе большое, что пришла. Пишите обязательно в комментариях, если хотите еще на моем канале видеть Фроши. Конечно, хотя бы. Фроши очень редкий гость, как я уже говорила. Надеюсь, ты же вернешься ко мне? Конечно, мне очень понравилось. Это лучшие съемки где-нибудь. Когда-либо снимать. Ой, спасибо. В общем, а мы будем с вами прощаться. Ставьте пальчики вверх, ставьте колокольчик, подписывайтесь. Ну, а мы вас любим и прощаемся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok